В этом бою, я думаю, порадовал он многих и своих болельщиков, и, в принципе, тех, кто пришел его поддержать сегодня. Третий бой! Полчап трасс! Полчап трасс! Итак, боец в синем углу. Уроженец Органской области. Карасу. Весовая категория 71 кг, росту 77 см. Мастер спорта по ММА. Команда ОГПИ. Тренер Матхеримов Нурбек. Встречает Чапкен Улу Кошой. Бойцы, поменяйтесь углами. Боец, который первый объявляется, первый приглашается. Синий угол. Его соперник в красном углу. Уроженец Органской области Куршат. Буршат. Его вес составляет 71 кг, росту 78 см. Ушу Санда Кикбуксинг. Команда Кыргызстан. Тренер Кулыч Сархарбаев. Встречаем. Ну и очередное противостояние. Третий бой этого вечера. Довольно интересно будет понаблюдать. Подопечный Кулыч Сархарбаева. Респекулу Нурсултан против мастера спорта по ММА Чапкарулу Кошоя. Оба бойца примерно идентичны по своим показателям. 71 кг. Всего лишь на сантиметр выше рост Респекулу Нурсултана. И будем наблюдать за противостоянием любителей кулачного противостояния. Прошу прощения за тавтологию. Вот как-то так я сформулировал. Отличный бросок. Неожиданно Кошой пошел в атаку. Но это парень, который является мастером спорта по смешанным единоборствам. Целенаправленно готовил себя как тагону. И нелегко, нелегко будет и Нурсултану, Респекулу и Кошою. Но пока в партере пошла возня. Находится Чапкарулу Кошой под своим оппонентом. Но, тем не менее, держит его крепко ногами. И в такой позиции, конечно, скорее судья должен вмешаться. Именно этого ждали оба бойца. И мы вновь посмотрим за дракой в стойке. Отличная двоечка. Очень неплохо действует Кошой в стойке. Но пошел сразу же оклинчевать оппонента. Попытка уронить на настил. Не удалось. А вот здесь удалось. Но Нурсултан сопротивляется неплохо. Все-таки нельзя просрамить свою школу. Оба бойца являются уроженцами Органской области. И можно сказать, что действует при родных трибунах. Наверняка очень много личных болельщиков обоих спортсменов сейчас за октагоном. Ну и две минуты первого раунда. И совсем уж не скучно, друзья. Совсем не скучно. Я думаю, все-таки в турнирах selection есть своя изюминка. Это действительно большая находка организаторов, вообще идеологов, скажем, организации WEF. Что они организуют такие турниры, дают путь молодым бойцам. Это большая мотивация для многих поучаствовать в турнире, показать себя как минимум на республиканскую аудиторию. Ну а затем выйти на международный уровень. Отличный встречный удар. И начинает Нурсултан, похоже, теряться сейчас в октагоне. Благо для него Кушой пошел в клинч. Вновь перевели в партер драку. Все-таки видно, что Чакру Луко Шой более уверенно держит себя в стойке. Ну и в грепплинге без слабых мест парень. Начало как минимум неплохое. Я думаю, у него будет довольно солидное будущее, если он продолжит этим заниматься. Действительно качественный боец. Потихоньку вечереет. В Акжаре. Но это ничего. Дальше будем под искусственным освещением. Пошел размен. Пытается коленями работать Нурсултан. Оперевшись на сетку, но такое правило не запрещено. Поэтому он отошел от угла. Неплохо так понадавали друг другу. Бойцы оба достойные. Но вот здесь серия ударов по Нурсултану. Тем не менее, Респекту Лу показывает, что он очень хорош именно в плане терпения. И сейчас не смутили его удары оппонент. Но куда более точно действует Хошой. Попытка ударить с разворота. Последняя минута первого раунда. И, конечно, силы на исходе. Все-таки поединок... Ой-ой-ой, тейкдаун! Как красиво! Но мы видим, что... Так-так-так. И, похоже, сдается. Да! После такого броска от Хошойа Нурсултан, видимо, потерялся. И пришлось ему признать поражение от оппонента. Ну и браво Чапкурлу Хошой. Практически весь раунд доминировал. Шел в атаку. И Нурсултан навязал ему равное противостояние. Скажем, равные размены. Но в них раз за разом Хошой выходил к победителям. Давайте послушаем объявление. Об этом бою в первом раунде. За 4 минуты 24 секунд техническим нокаутом победа держал Чапкурлу Хошой! Поздравляем Хошойа с победой. Нурсултан показал достойный бой. Я думаю, у него будет еще шанс проявить себя. Но в этом...